Экономическое давление как метод ускорить депортацию. Власти Германии пытаются усовершенствовать процесс высылки беженцев, которым отказали в убежище, в том числе и с соображением безопасности. Подробнее Татьяна Лагунова. Смертник, взорвавший себя на музыкальном фестивале в Ансбахе. Террорист, который угнал грузовик, чтобы потом задавить как можно больше людей на рождественском рынке в Берлине. И мужчина, который в прошлую пятницу, вооружившись ножом, атаковал посетителей супермаркета в Гамбурге. Все они просили в Германии убежище, получили отказ, но так и не были депортированы из страны. И теперь немцы пытаются понять, почему не работает система и как ее можно усовершенствовать. Миграционные службы принимают решение о депортации, а отказники все равно остаются в стране. Подобных историй в Германии десятки тысяч. Беженцы, которым отказано в убежище, в половине случаев получают право на время отложить выезд. Доказав, например, что на родине им угрожает опасность, либо что они серьезно больны. Но чаще всего депортацию тормозит отсутствие документов, удостоверяющих личность. Многие беженцы прибывают в Германию без паспортов. Родные же страны, которые должны им выдать новые документы, делают это очень неохотно. Марокко, Тунис, Алжир и другие немецкие политики постоянно призывают страны, которые считаются безопасными, активнее сотрудничать в вопросе депортации. И от слов уже начинают переходить к делу социал-демократы, например, предлагают использовать экономические рычаги, чтобы заставлять другие страны принимать своих граждан обратно. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.